Вот такие дома КВС строит. Разноцветные ящики. Ну, на других работает. Так, вот такой лифт еще обклеен досками. И здесь телефон к вам, к нам сразу Эльвира. Ну, тут не только такое есть. Так, вот как вы ходите с лифта, сразу же выход на черную лестницу, на эвакуационную. То есть сделано под апельсиновую корку. Непосредственно стена довольно-таки очень хорошо, удобно. Лестница теплая, приличная. То есть светодиодные лампы стоят. Но на кварплату это не влияет никак. Так, и дальше из минусов. Однокамерные стеклопакеты. То есть довольно-таки нехорошо держится тепло. Видите, однокамерный. Ну так далее. Выходя с лифта попадаете в коридор. Здесь такой коридор в одну сторону. И такой же коридор в другую сторону. Получается одна секция на 10 квартир. То есть получается 20 квартир в одну и в другую сторону. Это с утра, если будут все выходить на лифт. Ну и один всего лифт. Но я не знал, как с утра будет, когда все заедут. Тоже довольно-таки интересно. Так, лампочки, которые служат два года. Потом через два года они перегорают все. Стоит такая она вот наверху, которая стоит около 1000 рублей. На данный момент это на 2022 год. На каждой квартире вот такие яблочки. Вместо номера квартиры. Так, далее попадаем в комнату. То есть сама дверь, она по себе, ну... Довольно-таки уз... Легкая, шумоизоляция в ней плохая. Но там внутри можно запенить. Но это не настолько страшно. То есть замок идет... Кстати, нормальные замки идут и на ключ, и закрываются внутрь. Вот это плюс. Потому что многие застройщики ставят... Иногда двери намного дешевле, где нет вот такой вот защелки. И сама дверь закрывается ключом. Здесь закрывается на замок. Это плюс. Дверь установлена не очень ровно. Нет, они установлены ровно. Через месяц надо регулировать, потому что они отбисали. Так, двери устраивают застройщик не очень. Так, это вот сейчас будем смотреть ремонт от застройщика. Сразу же будем рассказывать все плюсы и минусы. Так, при приеме квартиры лампочки стоят обычные лампы накаливания. То есть не светодиодные, самые дешевые и обычные патроны. Сама вот эта квартира у нас сейчас на приемке двухкомнатная. Сейчас будем смотреть, принимать. Так смотрим. Верхний плинтус. Верхний плинтус сделан хорошо. Также потолок хорошо отштукатурен. Срабатывает сигнализация пищит. Так, давайте дальше смотреть. Начнем с комнаты. Полы у нас ламинат. Ламинат 32 класса. В принципе, не настолько он и плохой. 32 класс. Это нормально обычно самый дешевый ламинат, который продается. Ну, один из самых дешевых. Но для ремонта он неплох. Также такой же плинтус. Так, дальше подходим к стене, смотрим на окна. Окна у нас двухкамерный стеклопакет. Точнее однокамерный стеклопакет, поэтому они не очень настолько теплые. Сама стена у нас... Я как понимаю, что она несущая. И немножко... Ну, то есть не такая толстая стена. Но, в принципе, приемлемо. То есть у нас дальше откосы сделаны пластиковые уголки. Тоже неплохо. Стоит подоконник сразу же с ремонтом от застройщика. Так, ключи. Батарея. Батарея с счетчиками на отопление. Это тоже плюс. Так, на такую маленькую комнату у нас три ламината. Розетки по полу получаются. Один, два, три. Это тоже плюс. Ну, очень хорошо подрезаны углы даже на обоих. Видите? Как многие застройщики любят делать ремонт именно внахлёст. Они почему-то клеят обои внахлёст. Здесь обои наклеены в стык. Ой, ну да, здесь обои наклеены в стык. Поэтому тоже идеально и очень хорошо сделаны. Кстати, вообще нет никаких... Посмотрим наличники. Наличники на двери стоят ровно. Сама дверь самая дешёвая вообще. Как будто бы обклеенная. Ну, двери здесь надо сразу делать под замену. То есть, дальше смотрим, открываем. Будет открываться. Установлена дверь ровно. Смотрите, она не открывается. То есть, я вот поставил. И не идёт ни влево, ни вправо. Кстати, рабочие хорошие. Вообще молодцы. Вообще претензий нет. Хорошо сделали. Так, межламинатный стык у нас идёт. Тоже прикручен нормально. Ну, ламинат идёт в нормальную разнобои, в нормальную разбивку. Ну, не, рабочие молодцы. Правда. Сделано хорошо. Так, давайте... Ну, все двери не очень. Я бы все поменял. Они такие по качеству. Так, дальше смотрим. Идёт, кстати, туалет. И сразу же плюс в туалете стоит маленькая раковина. Маленькая раковина на троих рук. Это, кстати, удобно. Ну, это вообще реально классно. Единственное, что... Ну, я пользовался такими маленькими раковинами. Вы моете здесь руки. У вас всё остальное будет здесь в воде. Поэтому нужно пользоваться очень аккуратно. И... Ну, не скажу, что даже это какой-то плюс. Но, если большая семья, то да. Если у вас живёт, ну, как... Там три-четыре человека, то, в принципе, это, на мой взгляд, немножко лишнее. Но это очень приятно радует. Так, давайте дальше по вытяжке. Вытяжка не стоит и электрическая. Стоит обычная вытяжка. Ну, по идее, отсюда должно вытягивать. Ну, это пятый этаж из восьми. Он не такой высокий, чтобы ставить электровытяжку. Но сейчас вытяжку проверять не будем, поэтому ничего сказать не могу. Так. Плитка положена на... Я как понял, здесь гипсокартонная стена идёт между ванной и туалетом. Здесь плитка, скорее всего, положена на гипсокартон. Вы слышите, как я по ней стучу. Ну, дальше половую плитку, я думаю, проверять на трещины на щель тоже не буду. Потому что мы приёмкой такой особо не занимаемся. Мы просто смотрим, что есть в стандартном ремонте. Так, переходим дальше в ванную комнату. То есть в ванную комнату один выключатель, там у нас два выключателя. Два выключателя, не знал почему. Наверное, один на коридор. Так, давайте переходим в ванную комнату. Так, по дверям всё то же самое. Двери вообще просто качество ниже плинтуса. Так, заходим в ванну. Ванна довольно-таки широкая. То есть у нас здесь есть две розетки. розетки закрываются. Так, дальше смотрим. У нас стоит раковина и ванна. Ванна, кстати, сделана довольно-таки нормально. Но, единственно, здесь есть щель между вот этой стеной и ванной. Сюда будет проникать вода, если будет мыться в душе. И довольно-таки большой широкий размер, её будет тяжело закрыть. Так же стоит закрывашка на ванну. Это тоже сразу плюс. Потому что очень редко, какие закростройщики так ставят. Ну, и из минусов, что могу ещё сказать, что ванна выходит прямо к двери. Ну, это не очень. Потому что, если вы даже повесите сюда шторку, будете поливаться душем, будет вода попадать непосредственно на вот это дерево, и оно может испортиться. Так, давайте идём дальше. Так, давайте вторая комната. То есть, по ремонту дальше смотрим, что плинтуса стоят тоже очень хорошо. Хорошо сделано. Вообще никаких претензий. Обои поклеены здесь тоже хорошо. Так, идём дальше. Что у нас из плюсов в комнате? У нас здесь есть батарея также с счётчиком. Ну, как же так же говорил, однокаменные стеклопакеты. Это тоже не очень. И самое главное, что вот сейчас многие застройщики стали ставить, это притяжная, как, не вытяжка, а приточка. Какая-то приточная вентиляция. То есть, у нас она в одну сторону открывается, в другую закрывается. В одну и в другую. То есть, открыть, закрыть приточку в спальне. Это очень хорошо, потому что, кто живёт со стеклопакетами, но с лубными стеклопакетами, понимает, что в комнате очень тяжело, это будет, вы будете спать там сушить белье, будет образовываться конденсат на окне. Поэтому приточка очень сильно нужна. Самая обязательная вещь. Так, дальше, что у нас из минусов, я тоже, что могу сказать, это батарея. То есть, батарея у нас, трубы металлические, но, но, что у нас идёт, у нас обычно разводка сейчас во всех новых домах идёт с коридора. Здесь разводка, как в старых домах, идёт снизу вверх. Сейчас такое уже практически не используют, поэтому сказать, что это плюс не могу. Так, здесь очень большой коридор. Можно, кстати, стоять много шкафов, это тоже очень хорошо. Так, давайте дальше подходим к кухне. Это у нас кухня. Ну, кухня похожа на комнату, вообще очень сильно похожа на комнату. Но здесь у нас есть, эти, для плиты, вывод сделанный, как на это, на 220 вольт всё равно, не на 380. То есть, и трубы, подведена вода, и снижена труба. Так, дальше, из минусов, что я скажу на кухне, что здесь есть балкон. Нет, это не балкон, это лоджия. Нет, нет, это не лоджия. Нет, да, это лоджия. Есть лоджия, но лоджия даёт на кухне темноту. Ну, то есть, будет довольно-таки темно, всё равно придётся постоянно пользоваться светом. То есть, по ремонту вообще претензий никаких нет. Кстати, мастера очень хорошо сделаны, вообще просто идеально. Ну, редко такое встречается, где мастера делают реально ровно. Здесь сделано ровно и довольно-таки хорошо. Вот, давайте сейчас зайдём на лоджию, посмотрим. Так, вот она у нас лоджия. Я как понимаю, что там соседний балкон, наверное. Но я не знаю. Также у нас, смотрите, на лоджии стоит вентиляция сразу же. Не знаю, только она открывается, не закрывается. Не пойму, как ей пользоваться. Довольно-таки большая, довольно-таки широкая. Кстати, можно даже устроить себе здесь рабочий кабинет. Либо даже можно часть кухни сюда вообще вынести, там с трубами, трубы провести. Поэтому вообще, на самом деле, очень хорошая. Кстати, мне понравилась квартира. Я не знал, как по качеству стен, из чего построен сам дом. Но ремонт мне очень хорошо понравился. Так, давайте посмотрим на подоконники. Подоконники у нас... Ну, обычные, стандартные, металлические. Кстати, видите, что приточная вентиляция... Ну, приточка стоит в каждой комнате. Стоит в одной комнате и в соседней комнате. Я думаю, что с той и другой стороны она тоже была. Я просто про нее не рассказал. Вот. Так, ну, вот такой балкон. Ну, здесь тоже можно ремонт потом доделать. Кстати, либо это балкон, потому что, видите, здесь такая щель идет. Ну, все-таки не похоже, что это часть дома. Не знаю, как по документам. Но выглядит, как будто бы лоджия. Так, ну, вот такой вот у нас квест строят. Вот такие дома. Вот оно. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал. С вас палец вверх. Пока-пока.